Мы должны стать одной командой, мы должны думать одинаково во всех регионах, во всех сферах деятельности, для того, чтобы мы решили проблему детей-сирот. Не просто стать одной командой, когда страна такая большая, когда в ней более 80 тысяч детей-сирот, около 2000 детских домов, 240 домов ребенка, более 300 интернатов и почти 700 социальных приютов. Но задача поставлена. В июне в Самаре прошел Третий Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Министерство социально-демографической семейной политики Самарской области пережило непростой год. С 2014-го в их ведение перешли пять домов ребенка и шесть детских домов. 20-летний опыт работы в социальной сфере плюс ставка на результат себя оправдали. Передача учреждений, сиротских учреждений в ведение Министерства по сути социальной защиты все-таки позволила создать благоприятные условия для активизации передачи воспитанников в замещающие семьи. Число детей, воспитывающихся в шести детских домах, сократилось с 457 человек в начале 2014 года до 371 человека на 1 июня 2015 года. Министерство совместно с сиротскими учреждениями и органами опеки очень серьезно и значительно активизировало работу по передаче воспитанников в замещающие семьи. И есть хорошие примеры, которые мы намерены, естественно, поддерживать и развивать дальше. Более 500 человек из всех субъектов Российской Федерации, включая руководителей региональных органов опеки, управления образованием, социальной защитой и здравоохранения, уполномоченных по правам ребенка, в течение трех дней изучали опыт работы самарских коллег. Очень много инновационных площадок, расположенных на Самарской земле. И самое главное, вот тот подход к реализации нормативно-правовой базы по устройству детей, это именно инновационный подход, новый подход, нетрадиционный. И самое главное, что он уже опробированный. Система детских домов психологически калечит ребенка. Тому подтверждение тот факт, что так мало выпускников могут социализироваться. Нахождение в закрытой среде наносит негативный оттенок на личность детей. Они попросту не умеют и не знают, как вести себя в социуме. Они не видят на примере положительную модель семьи. А это грозит повторением судьбы своих родителей. Детский дом в том классическом виде, в котором он есть, это дела давно минувших дней. И от этого надо уходить. И когда я слышу, я директор детства, вот выступали, у меня 250 детей. Ну что это такое? Ну как можно дать каждому из 250 человек что-то хорошее, что-то личное, чтобы ребенок почувствовал себя индивидуумом каким-то? Я считаю, это в принципе неправильно. Такие большие детские дома надо расформировать, делать семейное больше. В Самарской области не только понимали, что система воспитания детского дома устарела. В начале 2000-х у нас уже был эксперимент создания группы семейного воспитания. Тогда 8 детей разного возраста объединили в одну группу, с которой занимался один воспитатель. Отношения выстраивались как дома. Так, Маша, ты сегодня берешь Вику и ведешь в этот детский сад. Так, Вася, ты сегодня после школы и после спортивной школы забираешь ребенка в детский сад. Так, сегодня на прием нужно к врачу вот этого. Так, Юра, ты сегодня сходи, пожалуйста, на прием, записались до 6 часов вечера. Вот вы знаете, группа неузнаваемая была. Голос разума был все-таки услышан. С 1 сентября 2015 года детские дома по всей России начнут работать по-новому. Они будут реорганизованы по семейному типу и станут рассматриваться как временное пристанище перед устройством воспитанников в семье. Готовы ли в регионах к таким преобразованиям? Это был главный вопрос съезда. Несмотря на то, что к этому готовились давно, вопросов все еще много. Вот вроде бы переходим, кроме постановления 481, ничего нет. И причем, я вот думаю, что даже это постановление имеет угрозу быть нереализованным, поскольку нет механизмов для реализации. И поэтому незамедлительно надо принять дорожную карту нашему съезду и прямо до 1 сентября 2015 года, во-первых, во-вторых, в-третьих. Жизнь воспитанников сиротских учреждений вскоре должна измениться принципиально. Их руководителям пришлось переосмыслить содержание работы. Тем, кто не готов к новым требованиям, придется уволиться. Самарская область всегда готова к переменам в лучшую сторону. Я думаю, что создание семейных групп благотворно скажется на самих детях. У каких-то детей вызовет чувство ответственности за более младших. У младших будет пример старших. Поэтому, думаю, что директора, не только морально, и коллективы детских домов готовы к новой жизни. Подготовить группы и купить мясорубки – это, наверное, самое простое. А вот как подготовить кадры? Работать в детском доме очень непросто. Люди там или остаются людьми, или отмораживаются. Живыми там оставаться трудно, потому что вокруг такая густая атмосфера беды, в которой продолжать чувствовать сложно. С 1 сентября работы станет неизмеримо больше, если вообще можно назвать работой роль мамы. Воспитателей практически очень сложно и трудно найти на данной группе. Потому что это нужно круглыми сутками находить. Не 24, наверное, а все 25-26 часов. В сутки находиться с этими детьми. А у нас у педагогов в основном все семейные – мужья, дети. Будем искать, будем искать. Да, это маленькая революция, которая произойдет с 1 сентября. Для каких-то регионов это процесс естественный, потому что они шли этим путем. И у них и сегодня преимущественно семейный способ воспитания детей в учреждениях. А для каких-то это новация, очень серьезная. Чтобы новая форма не вызывала страха у руководителей, чтобы не стала барьером для полезных перемен. Для этого в работе съезда участвовали представители всех профильных российских министерств и специалисты в разных областях. Ну да, страшно, конечно, очень страшно. И страшно, и думаешь, и как, и чего, и как мы будем дальше работать. Конечно, очень-очень много вопросов. Но действительно стало легче, потому что все-таки те вопросы, которые мы не сможем сами решить, все-таки решит наше государство, наше министерство, которое было вместе с нами. И вместе с нами решали эти вопросы. Иди на солнце рассвета, хоть этот путь неведом, Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди на солнце рассвета, хоть этот путь неведом, Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Главный вопрос съезда не стал единственным. Есть как минимум два способа изменить неустраивающую тебя ситуацию. Можно стремиться исправить все, что можно исправить. А можно выстроить стратегию так, чтобы исчезла сама причина, породившая ситуацию. Тогда впоследствии не нужно будет ничего исправлять. Как в медицине. Не только оперативно лечить болезни, но и предупреждать их. Поэтому на съезде много говорили о работе с неблагополучной семьей и о постинтернатном сопровождении выпускников. Их нужно социализировать, их нужно рассредотачивать в обществе. Не делать особую концентрацию в детских домах. Понимаете, вот вчера мы смотрели, есть московский опыт, 120-квартирный дом, где живут вот такие дети-подростки. Я как практик могу себе представить, что это вообще такое может быть. Может быть, действительно система патроната заработает у нас в большем варианте. А может быть, чем инсипировать. Но все равно это индивидуально нужно. Ну и прежде всего ранние выявления. В этом году впервые в истории современной России число детей-сирот у нас опустилось ниже планки в 100 тысяч. Их сегодня чуть более 80 тысяч. Это результат совместной работы по поддержке семьи, реформе сиротских учреждений и семейному устройству. Только все в комплексе дает результат. При условии желания работать и сохранять живые чувства. Субтитры создавал DimaTorzok